Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире эксклюзивное интервью, которое веду я, Нина Дзимогла. Сегодня наша программа и ее тема далека от политики, так как сегодня моими гостями стали спортсмен, который стал известен на весь мир после того, как он подписал контракт с UFC. Это боец, который выиграл 13 из 13 громких боев в стиле смешанных единоборств Александр Романов. Господин Романов, здравствуйте! Рада вас приветствовать в нашей студии, а также сегодня с нами в эфире будет заслуженный тренер, человек, который воспитал и взрастил не одного чемпиона, а также отец нашего сегодняшнего главного героя Анатолий Федорович Романов. Анатолий Федорович, я также рада вас приветствовать в нашей студии, здравствуйте! Я вас тоже приветствую! Здравствуйте! Александр, вы знаете, вот зная вашу биографию, я заметила очень много схожего, вашей судьбы и судьбы известного также спортсмена хабиба нурмагомедова особенно то что он также как и вы с детства занимался борьбой первым его тренером был его отец не так ли вы ничего схожего не видите и вообще как вы к нему относитесь он же тоже борется в стиле мм и ну в принципе хабиба я всегда относился с уважением потому что то поведение которое он демонстрирует и в октагоне и вне октагона реально заслуживает уважения и да нет некоторая схожесть даже в стиле и в манере ведения поединка у нас похоже и даже когда после второго моего поединка в ufc многие комментаторы это тоже отметили и сказали что это можно сказать что как бы 2 хабиб только в тяжелом дивизионе потому что основной целью является поджать соперника ближе к сетке перевести на канвас и там уже делать свое дело то что у него тоже первым тренером являлся отец я вам хочу сказать что дает такое очень мощное подспорье для твоей дальнейшей карьеры потому что на первых парах сразу получаешь такой как бы всплеск и эмоциональный и физически потому что ты понимаешь что твой отец является тренером и если где-то ребята какие-то могут себе позволить сачкануть где-то не добежать ты себе этого не позволить не можешь и такой как бы двойную нагрузку ты чувствуешь и потому что с тебя всегда будет двойной спрос и как собой со спортсменами как сына но санта ли федоровичем мы сегодня еще поговорим но если выделить кого-то из людей которые действительно помимо отца очень большой вклад внес ваши последующие результаты кого из тренера вы бы могли отметить в принципе я хочу сказать что абсолютно каждый из людей которые уделяли мне время во время тренировочных процессов внесли какую-то свою лепту в становление меня как персонального спортсмена и быть выделять кого-то конкретно отдельно я думаю что было бы неправильно потому что любой человек если он тебе уделил хоть пару минут своей жизненной энергии это он достойно уважения и похвалы и я благодарен абсолютно каждому человеку под началом которого я тренировался и начиная с детской юношеской спортивной школы в комраде потом я перешел в интернат комрадский спортивный после этого тренировался в сборной часто менялись тренера и но реально от каждого профессионала я брал что-то какую-то частичку для себя подстраивал под моцвую манеру ведения поединка и вот в итоге вылилось то что мы имеем на сегодняшний день очень интересно анатолий федорович я знаю я читал интервью а про александра много я знаю что в определенном возрасте он хотела уйти с борьбы хотел заняться другим видом спорта что вы повлияли на то чтобы его путь не изменился как это вообще удалось сделать хороший вопрос значит я думаю что каждый тренер то есть каждый родитель который является тренером он может выступить и выразить свою точку зрения по-своему я скажу да было у нас промежуток времени такой когда саша как говорится хотел завязать с борьбой были предложения у нас перейти в регби были предложения у нас перейти там другие виды спорта вот но может быть даже чересчур жестко было может быть даже чересчур не так бы как бы другой родитель поступил вот но его карьера и то что он послушал меня тогда послушал старшего брата вот и остался дальше тренироваться и работать в области именно вольной борьбы то есть и в единоборствах но потом со временем посоветовавшись перешел еще и да вот кстати ваш переход в ум и александр это что говорит о том что мы больше вас в борьбе никогда не увидим нет я продолжаю заниматься борьбой я продолжаю выступали в клуба и по вольной борьбе и по грэпплингу и по-прежнему являюсь членом сборной молдовы в этом году я выступил и на чемпионате европы по вольной борьбе и по грэпплингу то есть я никогда не оставлю борьбу потому что это очень такое мощное подспорье для смешанных единоборств и вот знаете как многие спрашивают зачем ты так много продолжаешь времени уделять борьбе ты же и так с детства борешься и я скажу я всегда отвечаю что нет предела совершенству потому что как только ты перестаешь чем-то заниматься ты именно в этом можешь проиграть и особенно учитывая то что абсолютно все мои оппоненты знают что я профильный борец и нанести мне поражение именно в борьбе для них это будет знаете как большой восклицательный знак в карьере то есть борьбой вы занимаете вы продолжаете заниматься антолий федорович вы тренер заслуженный тренер гагаузи вас знает каждый наверное не только ребенок но и взрослый вы продолжаете тренировать детей скажите как пандемия вообще сказалось на спортивной жизни автономии по моему пандемия зацепила конкретно весь мир то что скажу по нашей школе мы не переставали тренироваться мы тренировались давали задания нашим всем и тренерам и нашим воспитанникам каждый тренер работал работали онлайн где на свежем воздухе где отдельно кто в доме кто в квартире давали такой отчет вот то что пандемия подкосила и очень много мероприятий соревнований которые должны были пройти в этом году ребята не прошли вот и это очень сложно потому что ребенок когда выезжает на соревнования он получает заряд он получает практику он получает более более лучше выполняет те или иные упражнения те или иные приемы я говорю о многих видах спорта мы что я являюсь директором школы вот так что очень сложно очень сложно потому что дети уже сейчас начали болеть именно вот этой вот непонятной пандемии но все же тренировки продолжаются и тренировки продолжаются по полной программе так как запланировано разве что только меньше есть выездов на спорт мероприятия на спортивные соревнования александр скажите вот в какой форме как вы оцениваете свою форму сейчас под после боя мы скажем так период восстановителя чуть-чуть затянулся потому что накопились такие микротравмы сейчас мы решили команда тренеров уделить больше времени восстановлению потому что каждая незалеченная травма на впоследствии может вылиться в что-то серьезное и сейчас больше времени я уделяю здоровью подтягиваю именно свои конкретно физические составляющие конечно же стараюсь максимально использовать это время чтобы провести побольше времени семьей потому что очень часто нахожусь на выездах особенно вот в период пандемии мне пришлось переехать в кишинев и тренироваться здесь потому что в гагузи все зала были закрыты несколько месяцев здесь нашлись люди которые помогли предоставляли зал зал ребята многие как бы в укор своему здоровью как бы рисковали этим то что этот вирус там туда-сюда все эти пугающие моменты по телевизору да но ребята все равно были рядом старались тренировались приходили практически на каждую тренировку не пропуская мы вместе дошли до этого уровня и получилось держать себя в тонусе и в итоге мы имеем что-то имеем а вы не боялись заразиться коронавирусом занимаясь в момент пандемии я нет я уже знаете я учитываю насколько я верующий человек я понимаю что можно на сегодняшний день просто идти по улице и от сердечного приступа умереть и то есть если бы не дал стопроцентную гарантию сказал вот ты эти несколько месяцев отсидишь дома и ты сто процентов не заболеешь то я бы остался так никто никакой гарантии не дает и плюс ко всему вот это вот непонятное ношение масок которые наоборот подрывает человеческий иммунитет для меня это смешно но сейчас вы все-таки занимаетесь или полностью восстанавливаетесь какие-то тренировки все-таки есть ли я по-любому поддерживал физическую форму но опять же говорю это не полноценный тренировочный процесс которому я привык за последнее время например на чем концентрируетесь в основном больше статических упражнений для того чтобы залечить микротравмы связанные с повреждением мягких соединительных тканей то есть суставы колени локти кисти то есть больше на это делаю упор а так легкие прогулочки на свежем воздухе понятно анатолий федорович вот есть такое мнение что чем чаще спортсмены выступать на международных чемпионатах это не всегда хорошо потому что соперники основные всегда изучают технику этих спортсменов и потом затем этот спортсмен становится более уязвимым вы как тренер как считаете это так или нет я считаю что чем больше спортсмен участвует на международных соревнованиях тем лучше будет это для него потому что я повторю что и опыт и функционалка и смена партнера соперника вот а то что тебя изучают мы тоже изучаем мы тоже изучаем прятаться в подвалах и где-то ну это как можно потом сказать что действительно выдающийся спортсмен если ты боишься где-то выступить где-то показать себя нет я считаю что это неправильно нужно кто ты есть должен показать себя во всей форме как говорится по всей красе и национальные чемпионаты вот вы говорите пандемия повлияла в основном за рубеж уже реже выезжать наши спортсмены но на национальном уровне на национальном уровне я скажу вот именно по нашему виду спорта по борьбе только вот сейчас будет 3 декабря национальный чемпионат у 23 то есть до 23 лет остальные чемпионаты все отменили не было ни одного что касается боксеров что касается самбистов джудаистов у них все вот это было по всем возрастным категориям у нас в вольной борьбе будет вот только сейчас по до 23 отношения к вольной борьбе я не могу сказать есть у нас федерация есть у нас министерство которые есть у нас через да есть чс которые но с другой стороны могу сказать только из-за того что именно вольная борьба привлекает очень много участников и очень много болельщиков зрителей может вот с этой точки зрения что у нас обычно все чемпионаты проходили либо в манеже либо в институте физкультуры где большие залы там было очень большое скопление народа вот вот бокс провели все чемпионаты провели на улице то есть на свежем воздухе вот чемпионат по самбо провели тоже в в колороше тоже на улице на свежем воздухе просто немножко специфика такая выходит боль борец вольного стиля в трико ковер либо горячий от солнышка либо очень холодный и можно немножко простудиться а бокс значит это все вся работа идет в стойке самбо джидо там все равно есть экипировка немножко другого другая здесь я думаю что вот связано именно с этим очень интересно александр можете вы назвать вот вы сказали что ваше отношение к хабибу вы сказали вот спортсмены все-таки на которых вы ориентируетесь может быть у вас нет кумиров но все-таки есть наверное те бойцы которых по тем или иным причинам вы уважаете больше за те или иные достижения кого бы вы могли отметить в принципе уважаю абсолютно каждого бойца потому что это как минимум за их кропотливый труд потому что быть профессиональным спортсменом это это уже тяжело конкретно как личности не больше всего импонирует конечно же это и федор и мильяненко и хабиб нурмагомедов потому что они придерживаются такой правильной мужской идеологии что мужчина должен быть мужчиной отвечать всегда и везде за свои слова за свои действия то есть но то что у него произошло с макгрегором вот как вы на это я считаю что это было просто всплеск эмоций нельзя забывать что все мы люди и когда задевают на протяжении нескольких месяцев тебя твою семью твою религию твою твое отношение к этому миру и ты должен это все съедать терпеть и конечно же в определенный момент чаша переполняется и вот это вылилось вот такой конфликт я считаю что ничего из ряда вон выходящий вы считаете что за это нормально нужно наказывать я считаю что в первую очередь не мешало бы каждому взрослому мужчине следить за своим языком и следить за своим поведением чтобы не было дальше вот таких вот моментов потому что в первую очередь мужчина должен оставаться мужчиной и не должен забывать что ему после всего сказано всего сделано не мешало бы посмотреть глаза своим детям и своим родителям я думаю что если я бы себя вел неподобающим образом но какие-то там моменты воспитательной части своих сыновей я мог бы услышать в итоге папа за собой может лучше посмотреть за своим поведением то есть как я могу своему сыну сказать что что такое хорошо что такое плохо если я буду абсолютно обратно и показывать на меня хорошо и вильяненко хабиб кто еще кого кого еще бы вы могли может выделить в микс файте именно из-за из-за мамы и да не знаю детстве тебе доктором нравился очень но олег докторов да но последнее время видно сказалось его долгое нахождение в соединенных штатах все таки вот это вот западная диалоги его немножко изменила потому что раньше не в лучшую сторону совсем не в лучшую и точно так же и андрей орловский то есть раньше я смотрел на этих людей еще был совсем пацаном когда они уже во все были стали на мировой арене в микс файте я на них смотрел они такие как своего рода идолы были для меня микс файте вот с андреем орловским мы лично знакомы мы выступали в одном кардио час когда я крайний бой свой провел все-таки хочу сказать что многие отдаются вот этой вот западной идеологии слетают катушек вот за это я и уважаю хабиба что он смог удержаться в этих рамках приличия и гнет свою линию до последнего очень интересно анатолий федорович как вы считаете вот есть такое мнение что очень часто вот именно международном спорте бывают случайными либо победы либо поражение насколько часто это встречается случайным случайным в жизни ничего не бывает в жизни бывает только случайные прохожие вот как говорится борьбу обмануть нельзя если ты готов на все 100 если ты тренировался и готовился отдавался полностью тренировочному процессу вот то случайной победы не может быть человек к этому идет будем говорить всю жизнь с детства как говорят комментаторы диванные я их так назову что вот тот выиграл случайно тот проиграл начинают комментировать начинают выдавать желаемое за действительное сидя дома в кресле либо на диване с бутылкой пива и с чипсами и они начинают где-то кого-то трогать кого-то дергать кого-то о ком-то говорить комментировать может комментировать и говорить только тот человек который близок к этому и который хотя бы мало-мальски прошел через это остальные нет такой легкой победы выиграй ты за 10 секунд выиграй ты за три периода боя или за два периода борьбы как говорят вот но легкая победа никогда не бывает александр вот вы выиграли бой на глазах у путина владимира путина у главы российской федерации удостоились его похвалы общались с ним очень интересные неожиданно было наверное это не только для вас но и для нас которые наблюдали за боями впоследствии за поздравлениями от глав крупных держав как вообще это получилось какие эмоции вы испытали мне кажется что это был такой интересный момент вашей жизни вот этот бой мне предложили как раз когда мы вели еще переговоры параллельно насчет моего поединка в японии и тогда стал такой вопрос выступить не в японии на резин 13 либо в в этом турнире самбо 70 проводит по профессиональному боевому самбо то есть это практически тот же самое мм и только запрещены удары локтями и как раз в мои менеджеры вели переговоры с японцами тогда чем что-то пошло не так не смогли договориться и мы приняли вот этот вызов данный турнир проводится в формате сборной россии против сборной мира если честно я думал что сначала меня пригласят за сборную мира но когда нам прислали контракт уже на сам поединок и там было указано что я должен буду выступить на сборной россии в принципе мы не видели ничего такого что могло бы нас остановить подписали контракт боец с америке был моим оппонентом такой довольно таки опытные уже с именем человек который выступал в страйк форс в рим в белатре то есть это два промоушен которые входят в труд входили на тот момент в тройку сильнейших турниров мира то есть нас они не испугало то есть пошли до конца вот провели этот бой получилось первом раунде досрочно его финишировать то есть это понравилось бы получился эффектный бросок прогибом это многим понравилось и экспертом и самому владимиру димитича после этого на банкете он отметил что и мне дали премию как самый красивый бой вечера и предложили и гражданство российская но у меня как бы не тороплюсь с этим вопросом потому что с нашим удаст на паспорт мне живется неплохо хорошо что он сказал путин как он вас поздравил он был многословен или нет было ли вообще такой немногословный человек если честно во всяком случае на тот момент он таким был сдержанным в эмоциях и сказал что вообще он начал что вот у нас в россии есть такой человек там сюда сюда и после этого мне предоставили слово я сказал что я этнический русский но и не но я не россиянин я родился и вырос молодой и живу мало и на что он ответил что нужно как можно быстрее решать этот вопрос то есть предложили тогда вот российское гражданство но опять же повторюсь не пока не тороплюсь этим хорошо вот вы также заявили когда вы ехали на все что вы не хотите драться с русскими спортсменами почему как-то не по-нашему это не по православному за границей так и есть кого убить есть кем показывать красивые поединке нас славян не так уж много в есть так что я думаю что намного интереснее американской публике именно противостояние русский против американца чем русского анатолий федорович вот действительно это ммэй очень популярный вид единоборств наверное один из самых популярных как вы считаете почему намного популярнее чем больная борьба и может ли эта тенденция вообще измениться что для этого нужно сделать да действительно популярный только с той точки зрения что этот вид популярный потому что туда входит не только вольная борьба туда почему называется смешанные виды единоборств туда и бокс и борьба и самбо и дзюдо и джиу-джитсу все 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 виды единоборств входят в этот вид значит для того чтобы участвовать на соревнованиях по ммэй ты должен быть всесторонние подготовлен не прямолинейно допустим как вот в одном виде борьбы или бокса там есть свои правила а здесь раньше как называлась это бои без правил сейчас немножко изменения чуть произошли там но суть осталась тогда суть осталась для тренера по борьбе человека который взрастил ни одного чемпиона вот вам бы не хотелось чтобы эта тенденция поменялась и что этому мешает все виды единоборств они как были они так и должны остаться но этот вид этот вид нужно развивать и мы постараемся чтобы у нас на юге вот этот вид а мамой да и мамой продвигать вперед и потому что многие повторюсь в диванные комментаторы и люди которые находятся где-то у власти даже они говорят что это не спорт это не но это выражаются люди дилетанты которые не понимают даже мама это не да то что выражаются они даже не понимают о чем они говорят я повторяю что в этот вид мм и входят все виды единоборств и как можно выразиться как можно сказать что это не спорт ну наверное должны быть более широкие возможности то есть для того чтобы выступать по маме на международном уровне все-таки нужна своя команда то есть возможности должно быть больше и если в гаузи взросила ни одного чемпиона до вольной борьбе известны этим не только на республиканском уровне то чтобы вы могли посоветовать ребятам например из автономии которые хотят пойти по стопам александра ничего при непреодолимого нет возможности есть возможности возможности всегда есть как говорят средств не хватает вот так что я считаю что если будем продвигать этот вид спорта и ребята потянутся и все будет все будет в порядке у нас есть клуб леон клуб леон где ради да где учат тренируются с малых лет ребятишки вот на сегодняшний день пока только в этом клубе идет толчок и через нашу школу то же самое идет толчок для того чтобы могли выступать ребята пока по кикбоксингу по рукопашному бою вот и постепенно постепенно я думаю мы по-любому наладим и потянутся детишки будут выступать в этом виде спорта александр какие главные цели вы ставите себе в умной но на сегодняшний день основная цель наша это конечно же привести в молдову после все потому что такого еще не было и в начале как своего пути в миксфате я практически никаких целей таких громких перед собой не ставил то было бы больше так проверка на прочность это проверить на что я способен но все закрутилось завертелось и теперь мы все теперь уже два боя выиграли в весе теперь четко понимаю знаю чего я хочу от своей жизни четко я понимаю чего мне ждать от своей карьеры и что нереально необходимо рядом со мной есть хорошая проверенная команда готовы идти до конца и думаю что в ближайшее время будет уже анонсирован 3 мой поединок и дай бог чтобы все было хорошо чтобы соперник был из 115 что после третьей своей победы я ворвался в 115 уже там будет двигаться уже намного легче потому что когда ты топ-15 тебе уже не приходится защищать весь весь остальной дивизион ты уже можете дальше по карьерной лестнице то есть то чем мы сейчас занимаемся этому реально называется в миксфате зачистка дивизиона то есть ты доказываешь свою правопригодность что ты достаточно конкурентоспособный боец и хочешь конкурировать и дай бог в дальнейшем еще включаться в чемпионскую гонку скажите пожалуйста вы помните вот ваши травмы насколько они серьезные насколько они дают о себе знать если честно помню абсолютно каждую свою травму помню где я получал как ее получал и были некоторые травмы очень серьезные из-за которых я выбывал на большое количество времени операции были и операции были травмы были и переломы вывихи много чего было но нас это не останавливает и помните свою самую жесткую тренировку которая запомнилась от которой вы вот ну так устали что никогда и не забудете абсолютно каждый из них является такой разве что в час игру есть период времени и получается мы называем это пиковая подготовка то есть когда ты выходишь на пик максимальной нагрузки это примерно вы за три-четыре недели до боя выходишь на пик своей нагрузки как то есть там после тренировки чернеет глазах от нагрузок а так нормально то есть каждый раз приходишь зал и ты должен четко осознавать что ты не пришел зал просто пропотеть ты пришел стать хоть капельку лучше и как только человек это вот достигает от этого вот момента то только тогда начинается прогресс воина как профессионального спортсмена но вот были у вас часто такие моменты когда вы не пошли на тренировку потому что просто не хотели не разу ни разу не иногда но были же моменты когда вы не хотели войны тихо и хотелось за 2 минуты понимаешь что особенно когда я перешел микс файт и четко понимаю что если я сегодня пропущу тренировку мы тренинг соперника не пропустит и одна посещенная тренировка это можно то есть вы мотивируете что не пропустят одна пропущенная тренировка то минимум 10 шагов назад то есть вот это вот мысль которая постоянно крутится в голове она меня и подтягивает заставляет меня утром проснуться по пути на пробежку сделать зарядку туда-сюда то есть есть определенные моменты которых нужно придерживаться и это не7 но они придуманы это то моменты которые реально дают результаты которая испокон веков про знали спортсмены использовали это не то что допустим все сейчас я вы там проснулся и скрола наверное если делать зарядка будет результат нет есть много множество примеров много профессиональных спортсменов которых которые говорят что зарядка это неотъемлемая часть дня спортсмена если нет зарядки то весь день уже проходит так наперекосяк наперекосяк смотрите ваш отец был строг с вами в детстве как тренер конечно вот вам как не казалось вам что он более требователен и срок именно к вам мне не казалось мне не казалось так он и был и было так она и по моему даже чересчур было проявление строгости своим родным детям чем по отношению к другим ребятам которые занимаются нас не жалеете об этом нет у нас очень часто было такое что старший сын тоже является мастер спорта международного класса по борьбе и очень часто они даже плакали и много раз не говорю папа ты относишься к нам не так как ко всем остальным ты от нас ты требуешь с кого я буду требовать и кто мне будет помощником в вашей группе если не вы вы будете стараться и выполнять то задание что я вам даю значит за вами потянутся и остальные потому что если я вам дам как бы расслабуху как говорят да тогда и эти ребята скажут вот он посмотреть как он относится к своим детям он их жалеет там это детская психология здесь нужно подходить вот но я по-моему очень 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 тонко подходил к этой детской психологии что может быть даже иногда и перегибал палку но на сегодняшний день это дало о себе знать и как говорится выросли плоды того дерева что мы на сегодняшний день имеет с внуками вы так же стратегии как и это это мое понятие я даже не могу это мои ангелочки или как их назвать совсем по-другому кардинально я не могу так у них есть папа у них есть мама будьте вы с ними построже будьте вы с ними по это сама но дедушка и бабушка мы им дадим то что мы его в педагоге мы знаем что это сама но остальное есть папа на это есть и мама сейчас рассказывали вспомнила русская радио фоменко где он говорил любите своих внуков они отомстят вашим детям вот александре я говорила и за за кадром что я очень хорошо знаю вашу маму она мне преподавала историю действительно она добрейшей души человек профессионал очень терпеливый педагог который может не вот раз объяснить объяснить то же самое это действительно мое мнение я говорю о человеке которого я знаю вот все же какие основные качества вы считаете что вы взяли у родителей они вам помогли добиться вот в будущем определенных побед дисциплина первую очередь и человечность правильно в первую очередь то что то что нам привели с братом чуть ли не самого рождения что да сегодня ты спортсмен сегодня это твой оппонент нельзя забывать что это тоже чей-то сын чей-то брат внук и нужно всегда с уважением относиться к своему оппоненту это очень важно и не только к своему оппоненту абсолютно каждому человеку потому что неважно чем человек зарабатывать на жизнь будет будь то это дворник либо будто это депутат парламента это одинаково важные люди в цепочке мировой да и нужно их уважать абсолютно за только за то что они не сидят на диване без них за важен пузо не чешут и не плет потолок вот это ли федорович вот это правда что говорят что ни в одном виде спорта такого братства как вольной борьбе абсолютно нет что через 10-15 лет спортсмены которые тренировались до боролись на одном мать они друг друга помня друг другу оказывают какую-то определенную взаимовыручку конечно это правда далеко ходить не нужно не будем забегать куда-то вот перед нами сидит мой сын спортсмен мы сейчас не будем говорить о мм мы будем говорить о вольной борьбе можете просто у него спросить сколько у него друзей и знакомых с кем он проливал не одну каплю пота на коврах международных за рубежом не говоря уже республики молдова сколько у него есть просто есть друзей за кордоном и все а то что касается я думаю очень много то что касается здесь на территории молдавии то дружба она по моему я не знаю только всевышний знает что там наверху но здесь дружба никогда не может закончиться но есть некоторые моменты есть некоторые нюансы есть некоторые люди которые этого немного не понимают многие бывает что зазнались подняли нос выше крыши как говорят но потом вот как саша говорит сбивают пыль с ушей и немножко снова приземляются и начинают воспоминать начинают говорить туда действительно есть такой есть такой есть такой и дружба и но скажу другое что те я думаю что во всех видах спорта но то что касается борьбы кто занимался борьбой кто занимался единоборствами вот будь ты за рубежом будь ты здесь на территории молдавии если у тебя какая-то проблема если у тебя где-то что-то случилось или приключилась будь ты остался где-то в дороге остался где-то без денег без еды без стоит только подойти к любому человеку они сразу найдут тебе и борца найдут того человека который тебе поможет дальше во всех отношениях и добраться домой и чтобы ты не был голодным допустим и так далее как вы думаете у молодежи будет продолжаться эта тенденция эти традиции все таки у вас одна школа советская была вы знаете ответить на этот вопрос можно быстрым наблюдением можно быстро можно очень коротко вот но судя по нашему продвижению жизни вперед у нас нанотехнологии сейчас телефоны там туда-сюда некоторые у нас этого не было вот а дети я считаю что нужно немножко их приходят на тренировку нужно немножко их приземлить убрать вот эти вот все телефончики убрать вот это все чтобы он спустился на землю и жил реальной жизнью чтобы он видел то что нужно 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 делать я скажу немножко я вырос и воспитывался в интернате вот так что что касается житейских проблем что касается дружбы что касается товарищества и что касается неотъемлемой части нашей жизни это я знаю с детства что я в интернат попал чуть чуть выше этого стола был третьем классе и вот с тех пор и пошло 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 поэтому я спрашиваю как вы думаете как это сохранится потому что вы сами говорите видите эти гаджеты плюс еще пандемия которая в принципе развивает наверное индивидуализм какой-то сохранится это или нет все зависит от нас от педагогов но в большей в большей степени зависит от родителей дома потому что как ребенка дома воспитают так он и будет себя вести он даже на тренировку когда приходят для него папа мама авторитет это когда малыши но когда проходит энное количество времени тренируясь по тому или иному виду спорта разница нет тренер потом для него становится вторым отцом второй мамой и доктором и психологом психологом все 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 в одном и некоторые дети до некоторые воспринимают это очень так серьезно что слушают тренера с открытым том некоторые есть которые ну немножко неправильно они себя ведут это нужно дать оценку еще их родителям потому что если родители не занимались если родители не знают что такое спорт они также будут относиться к своему ребенку а если они прошли бывает ну случай такой привели ребенка заниматься и спрашивают из моего как говорит отпрыска будет что-то ну как на сегодняшний день я тебе могу сказать ну это не воспитанный родитель пришел я им ему как бы сбил пыль с ушей и говорю да мы попытаемся из него сделать великого спортсмена может из него и не будет но человеком порядочным человеком и то что он будет понимать что такое дружба это будет чтобы вы посоветовали вот нас сейчас смотрит очень много наверное и родителей чтобы вы посоветовали им они сами должны выбирать путь по которому должен спортивный путь сейчас говорим о спортивном своему ребенку или все-таки нужно чтобы ребенок они должны ориентироваться на пожелание ребенка родители первоначально могут ребенку кое-что предложить вот есть такие виды спорта есть такие виды спорта вот посмотри вот мы смотрим по телевизору показывают вот такие соревнования ты вот такое такое вот в нашем городе допустим есть вот это вот это вот это чтобы ты хотел ребенок должен выбрать сам навязывать и заставлять ребенка заниматься тем или иным видом спорта я считаю что это неправильно не серьезно с той точки зрения что будет очень трудно очень тяжело работать педагогу то есть тренеру и ребенок будет переходить на тренировку не будет отдаваться этому тренировочному процессу он будет создавать проблемы и тренер он будет создавать проблемы и дома и тренер от него не получит отдачи и не будет из него полноценного спортсмена полноценного будет просто потраченное время то есть толку не будет нужно ориентироваться на пожелание ребенка александром еще да я хотел бы вот пользуясь случаем что на камеру хочу сказать что раньше у нас были группы общей физической подготовки в школах их убрали а вот это вот как раз к этому вопросу если эти группы были группы общей физической подготовки вот как раз оттуда и идет отбор для того или иного вида спорта вот он пришел ребенок да и мы его в общую в группу общей физической подготовки там гриша петя вася все они занимаются и я уже вижу вот этот парень он больше подходит боксу вот этот больше подходит к борьбе там я вижу в этом ребенке у него рост есть у него есть это сам будет или волюболист или баскетболист я уже нашим тренером говорю вот пожалуйста вам готовые которые уже физически подготовлены более не менее все можете забирать одного туда 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 и продолжать с ним работать дальше вот оттуда у нас и будут нормальные спортсмены нормальная подготовка и нормальный результат александр хотела спросить вот насколько доходим такой вид спорта как и мамой он популярный наверное он и приносит свой определенный доход на первых порах он не очень доходный потому что даже не покрывает расходы расходы большие очень большие очень дорогая экипировка витаминизация дорогая и это пока здесь локально тренируешься ты тратишься опять же только на питание на экипировку и вот здесь на локальный проезд да там на спарринге туда-сюда но когда ты уже начинаешь конкретно заниматься и включаются уже выездные тренировки то это очень дорогого стоит потому что за границу когда выезжаешь то есть так бесплатно как у нас пойти где-то позаниматься там такого нет везде куда бы ты ни пришел ты всегда арендуешь зал ты всегда оплачиваешь время про непровождение в спортивном зале хочешь чтобы тебе там пару минут лапу подержали за это нужно платить хочешь там пойти в бассейн поплавать чтобы остановиться за это нужно платить то есть везде 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 платят у нас люди к этому немножко не привыкли вот когда появились у нас платные клубы для занятий люди там все исправили на чё так дорого хочется заниматься плати не хочешь заниматься гуляй и в принципе это как бы по карману очень сильно бьет и без поддержки без спонсорских вливаний это очень тяжело но опять же говорю ментально у нас люди не готовы спорт вкладывать большие деньги это очень сильно отражается на результате наших спортсменов потому что очень многие и борцы и бойцы возможно чтобы продолжили заниматься и показывать хорошие высокие результаты если бы были соответствующие вливания в развитии спорта в нашей стране так как у нас немножко вот это вот своего рода проблемка такая образовалась то это отражается на результате анталий федорович может быть это на государством уровне необходимо вводить какие-то постоянные новшества что на сегодняшний день не хватает больше всего спортсменов дохода до материальной базы совершенно верно но если мы возьмем борьбу то чего вот вам остро не хватает конкретно опять будем возвращаться этим же финансам к этим же выездом экипировки вот но что сказать еще чтобы было так чего должно подняться уделить больше внимания было доступно больше государство должны должно больше доверить довериться этим людям этим тренером которые воспитывают того или иного спортсмена неважно это вольная борьба неважно это какой-либо другой вид спорта и прислушиваться к мнению тренера к мнению руководителей спортивных школ они работая энное количество времени прошли через это они уже знают и внося свои перед предложения я не буду говорить новшества какие-то внося свои предложения нужно к этому прислушиваться и идти навстречу и руководителям и спорте тренером спортивных школ вот и у руководстве должны работать я считаю что действительно специалисты именно будем говорить о спорте значит специалисты из области спорта почему на сегодняшний день мы не отправляем делать операцию допустим того же охранника или того же того же учителя потому что он не сможет сделать ту или иную операцию а почему на сегодняшний день могут отправить и сказать ты пойдешь будешь заниматься то есть будешь проводить тренировки преподавать туда же также в общеобразовательной школе ты пойдешь будешь учитель физкультуры нет везде должен быть специалист александр вы помните тот момент когда вы были больше всего недовольны собой да очень часто в принципе так но победах мы поговорили вот моменты какие-то разочарования когда вы вот сами себя винили в том что вы чем-то я всегда после после многих тренировок я не доволен собой потому что очень так я даже сказал иногда предвзято к себе отношусь и тренера очень часто пытаются меня успокоить потому что я очень крепко отношусь тренировочному процессу под особенно последнее время что я хочу что все было идеально но к сожалению не всегда получается и тренера из-за этого меня очень часто успокаивают говорят что это тренировочный процесс здесь это именно то место где нужно допускать ошибки ну как такой перфекционист идеалист по по жизни мне хочется чтобы все было от а до я нормально но в принципе может это и помогает мне становиться лучше и за дня в день потому что только при самокритике человек может развиваться потому что когда человек будет сам себе говорит зверху ой какой я хороший красивый все сегодня не пойду на тренировку пойду пузом вверху упаду но вот последнее время я все чаще и чаще себя на тренировке ловлю на мысль что чего-то мне не хватает в том или ином аспекте и стараюсь как можно больше этому уделять внимание поэтому очень важно рядом иметь грамотных трениров которые могут остудить твой пыл и сказать что можно сегодня чуть лучше дать паузу завтра можно нагрузиться побольше а в ммм или вот вольной борьбе было такое что вам предлагали деньги для того чтобы вы проиграли да и там там новый что отвечали но зачем это нужно если я пришел в этот вид спорта для того чтобы побеждать то это уже изнести уважения проституция называется не спор я если вышел в октагон и вышел делать свое дело и если бы я занимался этим чисто и ради денег то возможно я бы и согласился точно так же мне предлагали в 2007 году переехать выступать за грецию про то в турцию звали и в россию тоже звали то есть там где деньги выплатили за это не а часто вообще вот с этим сталкиваются спортсмены часто такие предложения поступают знаете в 2009 нет в 2010 году на чемпионате европы в болгарии я за третье место с украинцем боролся мы сейчас хорошо с ним дружим сани хацановский очень близкие друзья и я ему проиграл хотя в конце третьего периода я сделал бросок его должны были оценить нормально и дали всего лишь баллы я поеду гуляет 31 проигрываю и а так бы если дали три балла я 32 выиграл и после этого его тренер точнее не его тренера тренер сборной украины папа молодежки тогда ко мне подошел говорит ты был готов физически и морально функционально технически говорит но ваша страна еще финансово не готова с нами бороться то ли федори часто сталкиваются спортсмены с такими предложениями с предложениями какими перехода в какую-либо команду или вот предлагаю деньги для того чтобы они да да подали играли да вот как раз задели этот вопрос есть такие тренеры не хочу их назвать уже тренерами или как карьеристы которые просто берут перим переманиваю и завести от тренера то есть тренера ведутся переговоры с тренером и виду но есть тренеры которые с тренером тренер с тренером не ведет переговора периманивает ребенка предлагая ему то или иное я не буду говорить сейчас высших дивизионах то есть чемпионатах мира европы я обыденная наша работа вот предложил ребенку там какую-то сумку ли там вредя тебе завтра там борцовки там или приходи ко мне все не разговаривая с тренером не говоря не ведя переговоры не с кем ребенка просто переманили с родителями поговорили ему у меня будет лучше купили я считаю что эти тренеры неправильно сплошь и рядом сплошь и рядом то есть это если талантливый какой-то перспективный ребенок я и я не хочу сказать назвать их грубо они просто непорядочные этика тренера должна быть этикой тренера опять же возвращаться потому что мужчина должен быть мужчины кстати александр я смотрел одно ваше интервью где вы были с одним из своих тренеров кажется его фамилия кися тоже мой воспитанник тоже ваш воспитанник вы говорили там о том что очень многие ждут вашего поражения а почему вы так уверены в этом потому что это всплошь и рядом в городе потом всегда говорит а где вы считаете что ваши основные болельщики дома дома так как дома за меня болеет никто никогда не будет болеть так как болеет за меня моя команда моя семья остальные знаете для для многих это просто шоу знаете вот как наподобие собачьих боев вы вы вышли два взрослых дядьки зарубились но они похлопали в ладоши и все и завтра тебе забыли когда неважно ты на вершине олимпы либо ты уже упал либо ты травмировался тебе забыли лишь только твоя преданная семья и твоя преданная команда только эти люди с тобой будут рядом это нужно понимать или это нужно ценить и вот можно добавить да как раз к этому многие ко мне подходят говорят вот когда там следующий бой у саши и рачу так сильно просто зная человека говорю отчет так сильно интересуешься ну чтоб я запасся пивом чипсами орешками лег на диван и посмотрел по по прикалывался попкорном до попкорном неважно услышь тогда я с тобой вообще не хочу говорить об этом ты можешь об этом говорить вместо того чтобы подойти человеку и сказать саша да ты много тратишь энергии очень много тратишь времени очень много где-то что может тебе чем-то помочь они ждут шоу они ждут приколов как наверно это люди которые не занимались никогда вот так я же говорю это знаю это диванные комментаторы которые никогда в жизни он сам не мог ничего сделать без кого-либо вот так они и рассуждают как вы считаете то ли федорович вот развитие интеллектуального потенциала и профессиональный спорт вообще это возможно или нет то что возможно она стоит рядом без этого если ты у тебя нет интеллекта если нет ты роботом не можешь быть постоянно ты роботом не может быть постоянно до зарядили тебя спортсмен уделять по одинаково вот необходимое время для например лишь оба легко я поле я да я вот опять же хочу просто привести элементарный предмет 5 языков да знаете 5 языков когда после первого боя висе после второго боя висе когда саша давал интервью на английском все были просто в шоке они начали мне ночью начали звонить и задают вопрос не понял это он говорил или это не он говорил это говорил говорила его душа его любовь к своему виду спорта его любовь к своей родине но на английском и языком моего сына он даже не может въехать что вот я сейчас сказал он не может переварить еще потому что до того это было все неожиданно для того когда он увидел вот это интервью я же повторяю что начали звонки ночью звонят 1 2 3 труда это так это правда есть мнение тренеров о том что больше всего не радуются досрочной победе своих воспитанников кстати в последнем боя вы досрочно выиграли я желаю выиграть досрочно все 13 боев все были выявлены досрочно вы чем у больше всего какой победе больше всего радуетесь я радуюсь победе недосрочной пусть все три боя пусть даже где-то будет какой-то проигрыш чтобы победа в том что он вошел в этот автогон он провел не неважно в автогон он вошел на ковер он вышел выиграли он проиграл ли он но победа именно человеческая должна быть что после боя после схватки после борьбы он подошел обнял этого своего соперника пожелал ему удачи пожелал ему здоровья и что они вышли оттуда без травм вот эта победа человек должен быть так как звучит человек звучит это гордо нужно оставаться при любых моментах при любых в любых отношениях человеком вот эта победа как тренер уже видите ребенка когда он обладает определенными человеческими качествами когда в нем они не заложены ну конечно конечно видно а что вы делаете если вы видите что человек неправильный растет стараюсь в первую очередь добиться то есть до достучаться до как говорится этих голов родителей их вначале нужно направить туда куда нужно а потом уже дальше вести работу с ребенком мы что родители приводят говорят вот я привел отдал тебе сына там или дочь сделаем не из него человека как я могу тебе сделать из него человека он со мной в день 40 то есть полтора часа все остальное время он находится с папой находится с мамой если вы в чем-то сомневаетесь вы подойдите мы будем с вами вести диалог мы с вами поговорим и совместно придем какому-то знаменателю какому-то мнению может что-то нужно исключить у ребенка может что-то ему нужно добавить а может быть поговорить и в школе с классным руководителем для того чтобы у нас было здоровое общество нужно еще раз повторю работать александр вы отец трех детей хотели бы что ваши дети занимались борьбой да борьбой да но на любитель кмур почему на любительском а если они захотят на профессиональном если сами захотят захотят где мне уже придется только принять их выбор но если честно я как родитель не хотел бы чтобы они именно в профессиональный спорт ходили через черт и желает вы каждый это вы прекрасно понимаете что когда-то придет момент когда вам надо будет уходить с большого спорта вы уже думали о том чем вы будете заниматься продолжить тренировать как минимум будете тренером как минимум а как максимум сейчас модно спортсменам там в политику например боксер валуев видите если вы подразумеваете по словам политика то что имелось в виду в древней греции туда а то что имеется в виду сейчас то нет вот психологически кто-то работает над вашей подготовкой например над вашими эмоциями у каждого человека например есть вот эмоции страха эмоции тревоги как с ними справляетесь например есть знаете такая замечательная книга который помогает мне вообще по жизни это библия называется очень сильно помогает направить свои мысли в нужное русло и понимая что здесь на земле это все классно это но это время его глубоко верующий человек да то есть вера вам помогает психологически справляться конечно эмоциями со всеми может быть негативными моментами 100 анталий федорович как вы считаете когда александр уже нужно будет уходить потому что я же вот взрослые мудрые тренера постоянно говорят что нужно уходить вовремя это вот высшее искусство это большой талант как вот высоты вашего опыта как вы считаете когда александр уже надо будет уходить из большой я немножко скажу по-другому нужно приходить вовремя но пришел вовремя мы видим это по результата когда уйти мы определимся мы решим каждую каждого по-разному каждый вот сколько есть людей столько есть и мнений сколько есть людей у каждого своя психология у каждого свой характер у каждого свой подход и к тренировочному процессу и к соревновательному процессу и в общем человеческой жизни знаете вот эти вот три фактора нужно собрать воедино и она потом покажет то есть точный возраст спортсмена вот так нельзя сказать когда нужно будет мы увидим и определимся чтобы вы посоветовали родителям которые хотят взрасти чемпиона с каких лет им нужно отдавать ребенка на спорт и что они особого может быть должны давать своего ребенка вот вы как отец чемпиона значит хотелось бы пожелать родителям в первую очередь доверять педагогам доверять тренерам если вы привели ребенка в тот или иной вид спорта значит вы должны довериться этому педагогу довериться этому тренеру и не идти на поводу я уже говорил уже тренеров которые он пришел на сегодняшний день я допустим или ну неважно любой тренер ценное количество лет отработал с этим ребенком и родителя где-то встретили где-то поговорили а ты мой друг ты не знаешь что все давай этого ребенка уже ко мне естественно этому тренеру будет легче работать с этим ребенком который уже чего-то достиг который уже подготовлен а ты возьми ребеночка 7-10 лет поработай с ним 10 лет для того чтобы он хотя бы мог заявить о себе вот тогда я скажу что это нормально вот это правильно так что родители должны всегда держать ухо в остро и быть действительно родителями не не хочется говорить такого слова но быть хорошими родителям вот так я скажу понимающими спасибо большое александра вот вы будете прислушиваться отца в том плане что перед тем как принять решение когда уходить с большого спорта я вообще привык во многих вещах советоваться из папой с мамой женой потому что опять же повторюсь те люди которые никогда от меня нет а жена что вам говорит она не говорит что давай уже будем концентрироваться на будущем своих детей например может уже уделишь больше времени семье вот вы сами говорите что вы часто в разъездах нас дедушка и бабушка если она поддерживает когда у нас только все начиналось вот в отношении от это все я сразу предупреждал что я люблю спорт и я буду заниматься спортом столько сколько мне позволит здоровье и и предупреждал что это будет нелегко она знала что она идет по тем она подписывается вот все а вам самому не хочется вот бросить это и уже заняться чем-то более спокойным другим все-таки спорт это постоянно здравия постоянно переживание время это вот возьмите мама подсказывает возьмите дикого льва и закройте его в клетку увидите что с ним произойдет какие цели и задачи стоят перед вами сейчас как перед спортсменом как можно выше поднять наш триколор из гордости внести наше знамя я желаю вам удачи и хотелось бы также чтобы вы посоветовали ребятам которые хотят пойти по вашим стопам которые хотят и вдохновлены вашими победами хотят это все повторить чтобы вы им пожелали желаю преодолеть свои страхи свою лень если что-то хочешь в этой жизни делать просто бери и дел оторви свою пятую точку в диван и иди делай не важно что тебе будут говорить потому что всегда будут люди которые говорят хорошо которые говорят плохо если ты чувствуешь что-то твой бери и делай вот и все спасибо вам огромное за интересные беседы за исчерпывающие ответы дорогие телезрители напомню что в эфире эксклюзивного интервью сегодня были александр и анатолий романовы я желаю вам хорошего вечера мы с вами встретимся на следующей неделе впереди вас ждет много интересного о чем вам расскажут мои коллеги оставайтесь с нами